Жители и гости села, взрослые и дети. Коллективный ифтар объединяет людей самых разных сфер и слоёв общества. Гости мероприятия собрались на центральной площади села за час до разговения. Важнее ничего в мире нет, чем встретить в молитве рассвет. Джемма Абдурахманова привела на ифтар всех своих детей. Женщина уверена, что такие маджлисы помогают с ранних лет привить им любовь к религии. Любого можно здесь встретить от младого до взрослого. Сам процесс очень приятный. Аура самых разных людей. И простые жители, и работники госслужбы, или же учителей всех. Ифтар объединяет. 100%. Основное угощение на ифтаре – ароматный узбекский плов. На столах также мясо, фрукты и напитки. Разнести порции и убрать посуду здесь помогают волонтёры. Фонд «Инсан» уже 10 лет организовывает шатры Рамадана по всей республике. Ежедневно горячей едой на сухур и ифтар обеспечивается порядка 100 тысяч верующих. Сегодня мы еду подготовили на более чем полтора тысячи человек. И столько же посадочных мест было приготовлено. Поэтому мы видим, что сидячих мест практически у нас не осталось. Все заполнено. И уже люди стоя принимают участие. И мы мониторим ту работу, которая проделывается в каждом городе и в районе. На самом деле, та работа, которая проделывается в Бабиртовском районе, она удивляет. Я как бы ехал сюда именно с той целью, чтобы поблагодарить жителей Бабиртовского района за их активность, участие Бабиртовского фонда в оказании помощи нуждающихся Бабиртовского района. Атмосфера братства и единения, добра и благодати. Гостей ждала насыщенная программа. Нашиды чередовались с выступлениями религиозных деятелей. До конца Рамадана остаётся уже меньше 10 дней. Говоря о священном месяце, выступающие сравнивали его с гостем, который не хочется отпускать. Месяц Рамадан – это тот долгожданный гость, проводить которого не хочется. Но, к большому сожалению, этот месяц уходит. Но впереди ещё, как говорится, сливки этого месяца. Последние 10 дней священного месяца Рамадан. Хвала Сеушенному Аллаху, который сделал нас из числа братьев. И мы должны помнить, что у каждого из нас есть определённая обязанность по отношению к своему брату. И одно из них – уметь прощать ошибки. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Бабаюрт, Бабаюртовский район.